Приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир и мы продолжаем проходить кингс баунти воин севера. Так, у нас есть задание. Так, а там что мы должны делать? Оплате отдать, да. Так, вон, видите, ходит опять отряд. Ну давай вот этого вольнем. Еще раз ты, я же тебе уже все сказал. Могу повторить, если не понял. Я тут не замешан. Не замешан, говоришь? А я вот знаю, что ты заказывал у Редмира темный облегающий костюм трико и черный плащ с капюшоном, который на следующий день выбросил. Для чего тебе могла понадобиться эта одежда? Как думаешь? Думаю, что у кого-то слишком длинный нос, придется его укоротить. Артур, хапуга бросается на вас с длинным ножом в руках. Плохой ответ. Так, а какие у него войска? Ну немножко так есть, знаете. Так. Ну давайте увеличим страницу. Вот, травануло. Так, и все сделаем. Выпносим по шахту. Что такое? Понял? Книга заела. Видите? Такого еще не было у меня. Нос. Ну вот этих ребят. Так, что у нас еще есть? Что у нас есть? Надо бы выносить вот этих ребят. Так, как бы пригрейдимся. Так. Подождем. 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 Хм. Хм. Нелегово. Так. Может вынести пока вот этих? Вот так уж. Так. А тут я немножко упак. Ну делаю упакость. Так. Ну еще вот так сделаем. Это что? Почему? Так. Я думаю сейчас покрою. Ну защиту. Ну попробуй так. Попадок. Ну хон, и холод, и вот заразит. Хм. Освободили. Ну не уместим. Угу. Шесть развалили Знамя, какие-то гады стояли Завтра коснули неолобки Делаем нюх Так, очень страшно Так, надо, надо, надо И загнать вот этих хребтов Ну и если не изгнать Тогда надо призвать Кое-кого сюда Только вот этих ребят Немножко обработать Ну давай выносим фантомов Почти На Открываем Ну давай, давай, это шло Так Открываем вот этих ребят Так, и выносим вот этих Открываем Давай, мачи своих Мачи своих Открываем Добивай Касавцы Упс Придёныши Достали Я сделаю Вот так Так, на 7 Открываем 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 500 см Вот этих 500 см Вот этих 500 см Ну Подождём Опять Опять фантомы Так, давай попробуем их вынести, как нам повезло. Хотя, наверное, надо было сюда сбрасывать, ну ладно. Ммм, плохо так в одну. Так, давай воскрешение. Защиту. О, я подействовал хорошо. Так, теперь бы не мешало бы тут змеюку задействовать. Вот и так. Крово течения открылось. Так. Теперь еще сделать вот так. Так, а потом сделать вот так. Угу, еще создал. Угу. Угу, ково течения. Комо, течения больше меня несло, потому что и тоже романы. Так. Сейчас попробуем вот этих хренистов всех. Так, я сейчас попробую вот эти хренисты все. Вот так и так. Ну, дойдешь? Ну, почти. Так, надо воскрешение сделать. Теперь стрелу Хитлера. Ну, хотя бы так. Постоянность их по максимуму. Пять! Пять! а еще она воскрешала вот этих во не носим так еще разок так надо воскрешать наших воскрешение произвел а ну да фантом воскресил да такое я впервые вижу так что там что там ничего да пока нельзя качнуть так сохранимся пополним сейчас наши ребята не сюда отлично так так но этот бой будет не на записи так отлично отлично дели без проблем и пополнили наши ряды даже так это же я могу еще нанять да давай отдадим платье это это ты знала молодой о ты уж прости я лица плохо запоминаю наведывался за зельями до снадобьями бабушка я принес платье которое сделает тебя молодой ох молодец какой давай его сюда скорее сынок вы отдаете вид ним платье и она скрывается с ним в одной из комнат через несколько минут она выходит немного помолодевшая или так кажется платье конечно ничего пойдет но я ожидала другого оно то черное а я хотела светло-серое с серебряными вставками и про цвет чего не говорила между прочим это платье делает ваш значительный этот знаменитый этот модельер если оно тебе не нравится то что ты сказал? а что ты заладил? платье да платье горе у меня моя маленькая лягушечка ускакала в подвал ох 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 я так переживаю за нее у меня то в подвале змеи живут с прошлой весны живут вот как блин а так расплатились то так что я теперь боюсь в подвал спуститься а что они сделают с лягушечкой если уедет ее и подумать страшно так что не легче ты бабушка успокойся выпей на стоечке какой а я пока схожу в подвал и спасу и а и 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 Только перезаряжаю способности. Так, выпьем вот так. Давай их вот так еще. Немножко обрадуем. Еще вот так сделаем. Сделаем так. Опа, ну овушка. Прошло. 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 Вот так сделаем еще. И вот так. Для верности. Главное, когда играл в Принцессу доспеха, то там фактически такие бои это редкость когда совсем без потерь. Ну только если слабый противник, да и то там. Хотя на тот момент у меня не было особенного опыта. В этой игре. Сейчас тоже как-то попроще. Обвыкся. Знаю, кто какую опасность представляет. Из разных персонажей. Точнее разных типов войск. Так. Уже пришлось себя пробовать на своей шкуре. Так. Давай, по Богу, созерниться. Так. Так, вот этих, ну ладно, вообще, знаете, 8 вот этих. Делаем вот так. Мне королевские змеи довольно таки нравятся, они хороши тем, как и феи, что им не отвечают на атаку. А это очень большой плюс, я вам скажу. И че, конечно, вампирам не отвечают на атаку. Может еще кому-то, не помню уже. Ну, королевские змеи хороши тем, что они довольно таки неплохо травят противника. Так, очистив подвал рыжий хестер от змей, вы принялись искать лягушку волхва. Хотя, шансов уцелеть среди всех этих змей у нее, конечно, почти не было. Каково же было ваше удивление, когда, со громким квак, лягушка выползла из-под полки, где пряталась все это время, и тут же прыгнула в ваши руки. Надежно упрятав ее в карман, вы направляетесь к выходу из подвала. Отлично. Сохранимся. Так, а что можно купить? У кого, точнее? Ясно. Че-то я раззевался. Познал это, пишу серию. Ну что, Олаф, есть какие-нибудь новости о моей лягушечке? Йохан, вот твоя ненаглядная лягушка. О, моя Жизель, с тобой все в порядке. Волх берет у вас лягушку и осыпает ее поцелуями. О, спасибо тебе огромное, что ты вернул мою крошку. И Жизель, тоже тебе благодарна. Жизель, скажи спасибо Оуфу. Квак. А что еще мы дадим дяде Оуфу? Я еще... А еще мы дадим ему награду, да? Квак. Вот, Жизель говорит, что надо тебе очень хорошую награду дать. Передай ей спасибо от меня. Я кое-что еще хотел, Йохан. Говори Оуф. Тебя, спасителю, моей ненаглядной Жизель, я готов помочь всем, чем смогу. Так, ну товары показывай. Так, Оуфу, пару штучек добавим. Так, не понял. Что еще за задание там грядет? Смотрите, еще горит. Йохан, как поживает твоя щедрая лягушка? Да вот, я как раз хотел с тобой поговорить. Понимаешь, я влюблен в рыжую хестру. Знаю, это странно, но я полил мою кошку Жизель приворотным зельем и сам подбросил в дом к Хестре. Я надеюсь, что она будет очарована лягушечкой. И тогда я как бы зайду за Жизель и мы разговоримся. Но что-то пошло не так. Может недостаточно зелья было? Или Хестр носит обереги? Вот и пришлось тебя посылать за лягушкой. Погоди, ты к чему это все рассказываешь? В общем, я решил перестать ходить вокруг да около. Я написал Хестре письмо и прошу тебя передать его ей из рук в руки. Обязательно дождись ответа. Ну хорошо, Йохан, я отнесу твое письмо к Хестре и вернусь с ответом. Так, конечно. А нет, награды есть. Отлично, я с удовольствием схожу. К Хестре. Старой шкурби. Так, так, слишком близко. Так, у меня для тебя письмо от Йохана. Ой, мамочки. Что он опять хочет у меня кусок сада отсудить? Я то думал, что мы уже все решили. Эх. Ну давай гляну. Ведьма достает очки и внимательно читает письмо. Дааааааааа. Лучше бы это были. Были бы земельные споры. Жениться ищи. Что удумал, старый? Тебе не нравиться волк Йохан? ой сынок да он очаровательный старичок но скуб как пустой бурдюк вечно сидит свои конуре ходит в одной и той же робби а я женщина требовательная люблю подарки прогулки мужское внимание боюсь мы друг другу не подходим хорошо я так ему и передам да ну ага не хочет хочет еще хотя мы перебирают на старости вот и ты ов ну что уже говорил с моей возлюбленной хестры что она сказала я отнес твое письмо хестры она сказала что ты очаровательный старичок но несколько скуб на ее взгляд так как она могла подумать что я ее не ценю ах я скуб ов возьми возьми вот это кольцо и отнеси хестры волк снимает с шеи цепочку свисящим на ней кольцом с большим бриллиантом это перстень моей матери я дарю его хестры пусть увидеть насколько я ее люблю и что мне для любимой женщины ничего не жалко вот так пошел отнеси этот перстень и сейчас же ну хорошо волк началось началось по старой схеме иди туда иди сюда тесто я опять тебя от юхана он просил передать тебе это это фамильное кольцо как подарок знак его чувств тебе похоже он действительно тебя очень любит ах он проказник фамильное кольцо на прекрасно может быть я ошибалась в своем отношении к волку хорошо передай ему что я согласна стать его женой слава богам тут же передам счастье вам долгих лет в общем чтобы все было как положено так лично я думаю больше придется бегать ах он заказывай свадимный пирог я отдал хестритовое кольцо и она была в восторге от него она согласна выйти за тебя замуж пусть полос он благословят тебя боги юный ов вот новость так новость я немедленно отправлюсь к ней чтобы услышать твое это лично а тебе спасибо о мало кто готов вот так бескорыстно помогать старым людям за твою помощь и терпение а также за то что ты не просил награды возьми это ты заслужил о передает вам артефакт и увесистый кошель золото а теперь извини мне пора торопиться ну удачи вам двоим ёхань так 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 маска и этот шлем где я взял так защиту ярости плюс 3 а это созидание так созидание неплохо было бы причинить трансмутация совершение магии искажения давайте магию искажения уже докачаем вот так и что можно качнуть меч призрак невидимость к это телепорт ловушку бы качнуть да но я хотел хитнос качнуть ловушку блин валить будет только так зеркало более неплохо бы подогнать и это подогнать неплохо что еще можно замедление ускорение ускорение массовое будет ладно я хочу подождать немножко улучшить все таки как раз макарлика можно будет еще улучшить надо надо уровень цели больше будет гейзер еще можно улучшить но 30 надо блин сколько всего надо Так, вот этот шлем надо разрушить. О, как раз. Так, гипноз улучшим, да? Вот так, пусть будет. Довольно-таки полезная штука. Так и полетели. Так, где-то, ага, тут, сейчас дадим квест в Асгарде. Не, не Асгарде, а как-то Асвальду, короче. Нет, даже не Асвальду, а вот этому товарищу, который тут стоит на стреме. Так, надо пополнить ряды наших войск, чуть-чуть. Торфин, посмотри, что я нашел у вора, обогравшего короля. Может быть это из дворца показать столовое серебро? Да это же фамильные столовые приборы его величества. Альфийская работа, между прочим. Как мило с твоей стороны вернуть их, Олаф. Я думал, за возвращение таких ценностей его величество мог бы и отблагодарить. О чем речь, Олаф? Конечно. Возьми это золотом. Мне кажется, это достаточно, достаточная награда. Так, король очень признателен тебе. Взаимно. Так, а ну, тут есть, есть вот эти подружки. Мы их сейчас купим. Хорошо. Так, сейчас возьмем еще одно задание. Да лови его уже там. Так, ну еще работенка есть. Ты ведь уже знаешь, что у нас неприятности с гномами. Так вот, как будто этого было мало, на острове появился оборотень. Королевский егерь взялся его изловить, но не вернулся. Пока что зверюха таскает овец до коров. Но ты же понимаешь, еще немного и дети пропадать начнут. Его величество назначило награду за убийство оборотня. И если ты сможешь изловить и убить зверя, то сна, то она будет твоей. Что скажешь? Обещаю, Торфин, оборотень вас больше не побеспокоит. Вот и хорошо, Олаф. Я знал, что могу на тебя положиться. Ты уж постарайся убей эту зверюгу поскорее. А то совсем житя от нее не стало. Но ты, наверное, еще чего-то хотел? Да нет. Где убрать его? Так. Сейчас найдем эту зверюгу. А вон что-то говорит. Хотя это что-то товарищ. Ну давай посмотрим. Тут я пока оборотня не вижу нигде. А ну скажи-ка, Бен, тебе не знакома эта штука? Показываем черную метку. Наконец-то! Долго же я тебя ждал в этот раз. Смотри мне. В следующий раз так задержаться. Задержися, я разрываю договоренность без лишних слов. Но я... Нечего мне тут оправдываться. Вот лучше держи. В этом сундуке весь товар можешь не пересчитывать. Что делать дальше ты знаешь. Но я... Так, слушай, я... Да не стой ты! Давай скорее. Пошел, пошел, пошел. Мы тебе платим не за ожидания, а за доставку груза. Ладно, как скажешь. Куда заставить хотя бы? Грая горит на историнг. Чувствую, начинаются новые приключения, когда придется мотаться по разным островам. Так, где его братья? Какая-то собака засела. М-м-м.. Вот он. Сейчас тут признимся. Какой он, оооооочень сильный. Ну в принципе да, такой не слабый. Мне вот интересно, а почему мне уже перестали, а можно взять, можно, можно, хорошо, сейчас наверно, а когда будет биться собрать, я раз подниму, будем рыбаться, ну тут пожалуй я и завершу данную серию, собрать не будем биться следующий, а пока всем спасибо за просмотр, если понравилось можете ставить пальцы вверх, и до встречи в следующей серии, всем пока.